готовим балаганы под укрытие здесь у нас 4 рядка и теплицы у нас состоят из модулей по 6 дуг на каждой каждый модуль мы соединяем с помощью такой труба в трубу зафиксировали сейчас наденем и она будет стоять длину по всю горизонтальную линию профиль и пружина которые продаются у нас горячеводский но она ничем не отличается от профиля который мы покупали раньше краснодарском крае там кстати в накладной написано что основной склад у них именно краснодарском крае а здесь как филиал так что выгоднее у нас покупать здесь если что 500 метров порезали нам на две части изначально они идут по четыре метра ну а пружины все стандартные метра надо покупать именно вот эти пружины есть еще вот такой зигзаг самодельный из оцинкованной проволоки как бы тоже такой вот плотный но он не держит пленку такой покупать нельзя мы с дурку пили наверно метров 900 много размотали уже короче мучаемся становится такой прям что вот такую не надо покупать она вообще многоразовая мы кидаем складируем и она вообще своих механических свойств не теряется временем подошли руки до теплиц как посоветовал один очень умный подписчик главное подойти принести весь инструмент и заставить себя хотя бы минут 15 поработать той области куда никак не доходили руки и вот мы уже занимаемся этим делом не 15 минут а целый полдня кстати говоря многие неправильно понимают слова прокрастинация прокрастинация это не просто откладывание всех дел долгий ящик это не лень прокрастинация это когда ты в определенной области никак не можешь себя заставить поработать или проявить себя то есть ты будешь заниматься чем угодно любым делом но только не подходить к тому что действительно необходимо сделать в этот момент вот это это прокрастинация то есть к делу ты не можешь определенного подступить там английский язык начать учить восстанавливать теплицы математику учить вот прокрастинации кто в основном занимается студенты которые откладывает на самый последний день подготовку к сессии или написание дипломной работы хотя нельзя сказать что в течение всего периода они не учатся они так же учатся но делают свою работу занимает себя в другой области отпиливаем стойку так как она нам пригодится нам на восстановление воротной части вот она ворота целые так что приварим эту конструкцию следующий тепличной торцевой части и восстановим таким образом двери доброе утро сегодня 5 октября продолжаем восстанавливать наши балаганы они же теплицы они же парники более точнее их будет и правильнее называть их парниками потому что теплицы они имеют стационарное отопление парники нагревается за счет инфракрасного излучения то есть от солнца и так вчера мы восстановили вот ту тепличку накрыли заметно что пленка грязная будем ее мыть а самое главное что мы поменяли все сломанные дуги натянули пленку засыпали теперь сделаем перетяжку сегодня мы займемся вот этой теплицы видно что ее согнуло поэтому задача номер один сейчас отрезать аж подсюда то есть вот эти вот три дуги оставляем остальные три дуги сломанные срезаем будет сделан распил заменим эту дугу сделаем модульную вставку сюда одну туда другую и то же самое восстановим немножко приблизительно подсчитал расходы ну где-то процентов 30 вот всего объема теплиц у нас уйдет на слом мы восстановим несколько вот таких вот четырех рядок там где не будет хватать деталей а затем будем делать совсем другие теплицы более большие более широкие они будут в два раза больше то есть семирядка и профиль будет побольше здесь у нас 25 на 25 там будет 40 на 40 пленку заказали она идет железо сейчас думаем где купить изучаем рынок поставщиков ну на сегодняшний день намного выгоднее купить в пятигорске и привести сюда транспортом чтобы восстановить две теплицы и построить одну большую нужно определенное количество материала в смысле железо и вот пятигорске с доставкой выгоднее купить мы экономим целых 25 тысяч намного выгоднее чем здесь на месте купить поэтому изучение рынка это обязательная часть нашей работы здесь вот такая необычная переноска у нас здесь вилка с этой стороны этот же провод оканчивается другой вилкой ну то есть не так мы привыкли здесь вилка с другой стороны розетка данная конструкция была сделана нами для того чтобы запитывать электричество в доме когда отключается основной стационарной электричество то есть завел электрогенератор кинул такой провод и воткнул в любую розетку и она запитывает электричеством весь дом ну и данной ситуации я принес данную переноску и для того чтобы запитать эту розеточку воткнул ее сюда а сюда вот рядом можно втыкать болгарку и работать главное не касаться языком этой части провода что пора завестись он воздуха вверх шаг 30 сантиметров вылив 1,6 толщина 16 минут будем растягивать под клубнику такая плотная трубка лента для сравнения здесь 6 минут она потоньше так она сюда должна до крутится как отбить ровную линию маркер для последующего изготовления предков под клубнику нужно использовать зеленый лазер днем это не получится сделать а вот когда солнце зашло самое время отбить линию и тем самым сравнять все свои огрехи доброе утро всем сегодня у нас 6 октября продолжаем высадку клубники высаживаем кассетную рассаду и по мере необходимости тянем рядочки под высадку то есть они всегда у нас свежие здесь мы использовали в качестве подачи полива капельную трубку садовая трубка плотненькая вариант самый отличный многолетний вообще вопросов к нему нету кроме цены но так как мы стараемся сделать доступной нашу ягоду надо конечно уменьшать затраты на производство клубники поэтому используем такую сплошную многолетнюю пленку она у нас 20 микрон и капельную ленту но это капельная лента необычная она 16 милстная плотная ее тоже очень сложно прокусить мышкам жучка еще каким-то вредителям обычно мы стелим 6 милс на это 16 милс на и вообще клубнички все стеля 6 милс на и тонкую даже вот две ленты сразу в ряд пускают но это все баловство потом ходят течение всего лета и весны ремонтируют ее разрывают или разрезают пленку ремонтируют везде дырки везде полив везде подтеки одним словом беда поэтому у нас капельная лента 16 милс на и и кстати не так легко было достать но я нашел и трубка сплошная она еще называется слепая без всяких эмиттеров она будет подавать воду от основной магистрали до самой эмиттерной вот этой ленты соединять их будем помощью обычных вот таких вот ремонтников они сюда нормально входят если будут плохо входить для этого можно использовать любую смазку но я шампунь принес ну а там посадим эту трубку на такой краник от лайфлета они все садятся по такие краники выходы у них одинаковые вот так все это дело выглядит теперь идем до магистрали слепую трубку поместить подземное хранилище делается это всем известным способом копается маленькая траншейка выкладывается и засыпается тут ничего нового нету самое главное что потом здесь появляется площадка которую можно обрабатывать от растительных вредоносных остатков вся площадка позволяет здесь разворачиваться тяжелой и легкой техники подъезжать ставить какие-то затеняющие устройства чтобы туда складировать свежесобранную клубнику еще сапоги это универсальная обувь сапоги дорогу знают привели сюда до с утра пораньше использую мы такие полу штыковые полу совковые лопаты очень удобно можно и копать можно и подчищать там у нас рабочий пленочку собирает можно сказать это их любимая работа в день они хорошие деньги зарабатывать здесь еще месяц назад можно было видеть клубничные грядки полностью функциональные с пленкой с капельным орошением а сейчас все убрали ну вот и пришло время высадить рассаду азии шестьдесят четвертая кассета корешочку так вот раздвигаешь садишь раз и все посажено здесь будет семирядка большая теплица здесь четырехрядка между ряди тут широкие ну-ка покажи как это правильно делать я не знаю правильно или неправильно это ну приживается твоим методом самое главное так это наша кассета да хочу кубики побольше добиваем семирядку меняем капельную ленту так где ее параметры вот 12 милс 2 литра в час поливает каждый эмиттер и шаг 20 сантиметров общая длина 1500 метров здесь у нас через 30 сантиметров шла а здесь через 20 пойдет будет сильнее поливать это у нас последние семирядка ремонтируем здесь наши теплицы восстановили вчера полностью этот корпус здесь вот варили новые раз дуга два дуга немножко укосины сделали и продолжаем накрыли накрывать потом пленку перетянуть чтобы там тоже все вот эту мы будем накрывать вот эту траву тоже пройдет то может быть даже мы ее будем переносить ту теплицу ну вот одна из кучек лома сюда все сносим наверное в общем можно сказать что теплицы 2-3 полностью на снос выбираем пленку остается капельная лента пленку сразу строительные мусорные мешки на не все расставлены тут по полю осталось проехать собрать а затем скрутим бухты бушную теперь уже капельную ленту кстати как песочет она и все сдадим на утиль трасса новопавловск маринская уборка грузы и около обочины стоит очень много машин люди собирают кукурузу очень много людей а связано это с тем что здесь большой ураган и полегло большое количество растений и таким образом комбайн не способен собрать все как положено поэтому люди с мешками с ведрами приезжают приезжают и собирают подчатки в мешки такое бывает вот основной собственник и люди и люди и и и